Ажиотаж начинает нарастать в новой серии сериала и в печали, и в радости. Прежде всего не забудьте поставить лайк нашему видео. Лейла заявила, что предложение о работе, которое она получила в последнем эпизоде, было сделано потому, что этого хотел Сарп. Он злится, когда узнает, что мужчина пытается его прогнать. Назло он начинает прикладывать больше усилий к свадьбе. Всем очень нравится его выступление. На этот раз Сарп пытается убедить Лейлу, как сильно он любит Мелису, интересуется свадьбой, пытается сделать ее счастливой и убеждает ее отступить и уйти. Госпожа Перехан вспоминает, что откуда-то знает Лейлу, но не может найти откуда. Попытка познакомиться с ней кажется Лейле раздражающей игрой. Госпожа Перехан просит женщину из офиса собрать информацию о Лейле. В этом выпуске сериала «Добрый день» и «Плохой день», транслируемого на экранах звезды, пока наша пара продолжает искать место для свадьбы, они выбирают особняк на Босфоре. Сарп купил особняк с видом на этот особняк только для того, чтобы, выйдя на балкон, они могли видеть место, где они поженились. Отец Мелисы Бюлент, он жалуется на то, что его не уважают никто из членов его семьи и что его не приближают к свадьбе дочери. Покупает отель только для того, чтобы принять участие. Арда, хотя он не может признаться в этом даже самому себе, он несчастен, потому что думает, что Лейла – его парень. Хотя Мелисай говорит, что Адам не парень Лейлы, она не может смириться. Он ругает Сиду за что-то, связанное с работой, но затем покоряет сердце девушки. Он узнает от Сиды, что у Лейлы нет любви. Переезжая в новый дом, они используют вещи, купленные для брака, а затем сданные на хранение. Ее родители счастливы, что Лейла выжила. Вечером, когда Сарб подходит к дому и замечает, что Лейла наблюдает за ними, они разговаривают. Адам, когда она сообщает матери Лейлы, что они вечером куда-то пошли, она становится очень счастлива. Халил придумывает план, как заставить твоего отца проникнуться симпатией к Адаму. В качестве выгоды он приводит Адама к Халилбею, у которого нет ученика. Перехан узнает адрес Лейлы и приезжает к ней в район. Когда он встречает господина Халила, он застревает и не может провести расследование. Жена Халилбея считает их искренними и недоумевает. Сарб составляет расписание на следующий день, чтобы Лейла и ее мать не смогли встретиться. Они идут на виноградник друга, чтобы попробовать вина, которые будут поданы на свадьбе. Оказывается, они оба встретили Эдиза, который, как думал Сарб, будет в Урле. Эдиз тоже присоединяется к их игре. Они собирают виноград, участвуют в сборе урожая виноградника и ночуют там. На следующий день в Мелесе предстоит примерить свадебное платье от известного модельера. Время ограничено, но девушка не может прийти, так как заболела. Во время видеозвонка Лейла выбирает свадебное платье, он просит девушку надеть свадебное платье. Пока она примеряет свадебное платье в комнате Сарпа, входит мужчина. Тем временем Перихан узнает от девушки из компании, что Лейла пять лет назад выжила в трамвае. Поскольку ее зовут Лейла, она внезапно спрашивает о школе, в которой училась, и понимает правду по имени, которая слышит. Он немедленно идет в комнату сына, смотрит на его школьные фотографии и видит на фотографии Лейлу. Лейла потеряла сознание в спальне Сарпа, когда входит Мелеса, он приходит в себя и прячется за занавеской. Мелеса начинает настаивать на том, чтобы быть с Сарпом. Свеча случайно опрокидывается, и занавеска, за которой стоит Лейла, начинает гореть. К счастью, Сарп отправляет Мелизу и спасает Лейлу. На этот раз Лейла ненадолго заходит в гардероб. Там есть модель корабля, которую он подарил Сарпу. Когда Мелеса выходит, выходит и Лейла. Он встречает Мелизу в холле отеля. Мелеса, которая не могла получить такого же внимания от своего возлюбленного с тех пор, как Сарп вернулся, в замешательстве. Он делится своими проблемами с Лейлой. Лейла успокаивает ее и убеждает девушку, что Сарп ее любит. Когда Лейла возвращается домой и рассказывает Сиди о том, что произошло, она понимает, что родители ее слушают один или два раза. Лейла, которая участвует в дуэли в Нарде со своим отцом, выигрывает право пойти в отдельный дом на верхнем этаже, победив своего отца. Пока Лейла занята обустройством своего нового дома, Мелеса звонит ей и приходит на помощь. Вечером Сарпу звонят и заставляют поработать. Сарпу грозит опасность быть пойманным Халилом бабой один или два раза. Пока они делают ремонт, Лейла говорит Сарпу, что он ее идеальный парень, которым можно хвастаться. Когда Сарп и Мелеса встречают мужчину и хотят поужинать, они представляют Адема, человека, которого они будут притворяться единственным любовником, который у них есть. Однако, как бы молодой человек ни старался, у него ничего не получается, и оказывается, что Лейла не его девушка. Ни Мелеса, ни Сарп не противостоят женщине и Адему. Арда пытается поговорить с Лейлой, но безуспешно. Следуя совету Мелисы, он приглашает Сиду на ужин, чтобы сохранить с ней хорошие отношения. После этого она звонит одной из женщин, которых видела раньше, думая, что он парень Лейлы. Он встречается с женщиной, но у нее тоже плохая ночь. Они встречают Сарпа. Двое молодых людей сочувствуют. Они оба упоминают Лейлу, но не называют ее имени. Сарп считает, что для всех лучше всего будет, если Лейла уйдет, поэтому он составляет план, как забрать женщину. Он просит своего друга, владельца организационной компании, предложить Лейле работу. Это большая компания, с которой он может путешествовать по всему миру. Лейла спокойна, потому что это тоже ее мечта. Однако молодой женщине хочется немного подумать. Сарп заставляет Лейлу согласиться на работу. Думая, что следует знаком, Лейла наконец соглашается на работу. Ожидая сообщения королеве о том, что он уйдет с работы, он сначала разговаривает с Сарпом и прощается с ним. Когда он выходит из комнаты и разговаривает с Седой, он складывает все воедино и понимает, что за этим предложением о работе стоит Сарп. Он ищет человека, который предложил сидя работу помощника Сарпа, и понимает, что этот человек знает о Сарпе и не бросает работу. Он идет на свадебное представление с высоко поднятой головой, как воин. Война началась. Лейла возмущается, когда узнает, что Сарп уговаривал Аслыхан перенести свадьбу на кого-то другого. С одной стороны, он не хочет бросать работу, а с другой пребывание в одной среде с Сарпом кажется ему пыткой. Лейла решает следовать знаком, которые преподносит ей жизнь, уходить в отставку или нет. У Сарпа же на этот счет совсем другие планы. На этом наше видео и в печали, и в радости закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.